Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Элизабет Дартмур. И сегодня у нас будет покупка коня, потому что я проворонила, извините, впервые веду обновление. Но оказывается, у нас уезжают несколько коней. Во-первых, нас покидают пейнтхорсы полторашнего поколения, которые продаются на ярмарке Фердинанда. Там всего 5 мастей, стоят они, по-моему, 249 старкоинцев, так что если вы не равнодушны к этим пятнышкам, то бегом скупать их. Но этим займется уже аккаунт Даша Панихон, спасительница старых лошадей. Ну и, кстати, Хина не осталась равнодушной, она уже их все скупила, но видео будет именно с Дашей. А я сегодня буду спасать другого коня, так как я вампирша и хэллоуинская тематика, моя родная кровь, которая во мне уже не течет. Я спасаю магического Шайра, бывший конь наездника Томпсона, который, оказывается, тоже покидает Юрик. Поэтому устраиваемся поудобнее, наливаем чаечек или же седлаем своих коней и поехали в цитадель наездника. Как я могла проворонить этот момент? Главное, листая статью, я вчитывалась в текст, но, видимо, как-то глаза перескочили через ненужные мне строки. И мне только в комментариях под обновлением народ сказал, что вот этот лапушка, старый Шайр, который зовется Винфил, покидает Юрик, по-моему, 9 ноября вместе со всем остальным Хэллоуином. Вы представляете, вот это чудо, прекраснейшее чудо, покидает Юрик. Мне кажется, разработчики совсем выжили из ума, не то что призраки в этой цитадели. Как можно убирать такого красавца? Да, он старый, но его спасают его шикарные масти, причем двойные. Что магические, что не магические. Как можно убирать таких лошадей? Мне кажется, у них там какая-то чума разразилась, и они не ведают, что творят. Поэтому сегодня я покупаю Винфила. Стоит он 300 старкоинцев, так как вышли новые Шайры, он подешевел. И слава богу, слава Хэллоуину, что он стоит так дешево, и есть возможность его купить. Продается он вот вместе со всеми здешними лошадками. Получается, теперь он здесь самый дорогой. Я до сих пор не могу поверить, что его убирают. Так, ну разумеется, по-моему, Винфилл изначально является кобылой всадника без головы. Да, из них Томасона, извините. Но пусть это у меня тоже будет кобыла взрослая. Бессмертная, простите, позарилась я не на это. 300 старкоинцев. Ну что, покупаем? Ты точно хочешь купить? Да, я правда не хотела ее к себе в конюшню. Все-таки у меня уже есть два магика, это андалуз и исландский понь. Но раз ее убирают, конечно, мы ее спасем, тем более она демонического вида. Да, мы покупаем эту лошадь. Прекрасная женщина, я тебя спасу, не волнуйся. Ты отправишься со мной в конюшеньку. Боже мой, ну как? Отправить в конюшню? Представляете, вот насколько бессовестные разработчики. Вообще кошмар. Лучше бы они перестали в таком количестве выпускать в лошадей. И взялись бы за ум, который они потеряли, видимо, где-то вместо тыквы на голове. В общем, да, я возмущаюсь по полной. Да и не только я. Я думаю, многие уже давно начали свою волну агрессии и возмущения в сторону разработчиков. Что они, как бы, удаляют старых лошадей. Лучше бы они им давали развитие, чтобы они не становились никому не нужны. А чтобы, наоборот, люди их покупали. Я не знаю, чтобы там какие-то старые ачивочки были. И что-то в этом вроде. Ну а мы отправляемся в конюшеньку. Фух, вот мы и оказались у меня в конюшне. Да, вы ее могли видеть при обзоре моего персонажа, то бишь меня. И теперь конюшенька пополняется не только, правда, призраками кобыл с жеребятами, но и конями. Бессмертная мощь. Ой, бедная девочка. Да, я хотела сказать, бедный мальчик. Нет, бедная девочка. Вот так вот живешь себе, живешь и с тобой вот так вот обходится. Как же это бессовестно. Так, ну давай тогда я на тебя пересяду. Пусть кай и ненадолго, потому что в скором времени у нас появится новая лошадь. Твоя обновленная версия. И я уже буду покупать и их тоже. А, да, да, да. Фух, 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 фух. У меня должно хватить. Все, все нормально, все нормально. У меня уже паника началась. На самом деле эти 300 старкоинцев это непредвиденная трата, но тут нужно было действовать срочно и экстремально. Так, давай мы пропустим с тобой кобыл уже ребеночком, они как раз сюда и заворачивают. Так что такие вот дела, ребята. Если вам нравится данный шар, цена всего лишь 300 старкоинцев, бегите, спасайте. Это несчастное существо, которое, я даже не знаю, как будто бы наездник Томпсон от нее избавляется. Это как-то больно, что ли, даже думать об этом. В общем, вот такие вот новости. Я очень рада, что смогла ее купить, что у меня он теперь есть. Как видите, у меня шикарная компашка такая хэллоуинская намечается, а в среду еще там два добавятся. То есть вообще все супер. Вот такой вот шар, анимация стая лошара, так что ничего нового я тут показывать не буду. Прически не меняются. И вот его городской облик, чернее черной ночи. Прекрасная лошадь. Просто я недоумеваю до сих пор, но радуюсь, что все. Это создание у меня в конюшне, и я теперь за него спокойно. Пишите, какие у вас мысли по поводу того, что разработчики решили убрать эту замечательную лошадь. Этого магического шара. Будете ли вы его покупать, купили ли вы его уже. Или, если вы это смотрите в далеком будущем, скучаете ли по нему на хэллоуине. Ну а на этом все. И я, Элизабет, с вами прощаюсь. Не забывайте. Приневать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующей части хэллоуина. И спокойных вам ночей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин